Хорошо. Мы в интимной обстановке заканчиваем изучение Протагора. Хочу напомнить вам, о чем мы говорили в прошлый раз потихонечку. Сократ и Протагор доходят до последней добродетели, до мужества. Сократ пытается убедить Протагора, признаться, что все, что Протагор говорил до этого, был обман и глупость, то есть ирония. Протагор отказывается. Они выходят на тему, которая волнует Сократа больше всего. Помните, он говорит, я все время об этом думаю. На тему мужества. Хорошо, говорит Сократ и пытается доказать Протагору, что мужество и знание – это одно и то же путем сведения мужества и смелости. Помните, да? Смелые – это мужественные, смелые – это те, кто обладает знанием, следовательно, мужественные – это те, кто обладает знанием. Тут Протагору ловит Сократа на софизме. И, говорит, с тем же успехом, по той же логике можно доказать, что физически сильные, так как они хороши в бою, а хороши в бою те, кто обладает знанием, то получается, что физическая сила и знание – это тоже одно и то же. При этом он добавляет, что когда я сказал, когда я согласился, что смелые – это мужественные, то есть все смелые люди мужественные, я не говорил, что все мужественные и смелые. Ну, германистические круги, да? Получается, что германистический круг, что круг мужественных, он шире, чем круг смелых. И потому, Протагор напоминает нам и повторяет еще раз, существуют люди, которые не обладают никакими другими добродетелями, кроме мужества. То есть они несправедливые, неумеренные, неразумные, неблагочестивые, да, нечестивые. Помните, что благочесть – это следование ритуала, но при этом являются мужественными. Сократ бросает этот разговор мгновенно, потому что, а, его поймали, б, становится понятно, что Протагор не отступится и начинает новую беседу. Эта новая беседа имеет своей задачей соединить, объединить Протагора и Сократа против сначала толпы, а потом людей. Помните, Протагор делит людей на три типа. Прямо как Сократ в государстве. Толпа, мужи, мудрецы. Сократ не предлагает этого деления. Сократ делит людей на два типа. Помните, какие? Люди и не люди, да, да, да. Он говорит, люди. Из апологии мы помним, что есть люди, которые обладают сверхчеловеческой мудростью, нечеловеческой мудростью, божественной мудростью. Это софисты. Мудрецы похожи на богов очень во многом, как мы с вами говорили, в том числе и тем, что они не мужественны. Не мужественны, потому что, как вы помните, боги не испытывают страха и потому не преодолевают его с помощью мужества. Что выдвигает Сократ для того, чтобы объединиться с Протагором помимо противопоставления людям? Не толпы уже, а людям. Он выдвигает доктрину простейшего гедонизма. Помните, да, ее? То, что приятно, является благим и точка. Протагор поддерживает Сократа, говоря, люди действительно так думают, но со временем выясняется, что и он попадает в категорию людей. Да, они же объединяются, но помните, на каком основании? На основании того, что знание – это самая главная вещь в жизни. Отсюда противопоставление людям, которые считают, что знание преодолевается, помните, этими пятью качествами? Любовью, страстью, скорбью, страхом и чем-то еще, о чем мы забыли. Сократ говорит, что если мы принимаем гедонистическую точку зрения о том, что удовольствие и есть благо, то очевидно, что все люди стремятся к благу, и получается, что если они вершат что-то, что приносит им неудовольствие, то есть зло, то они делают это ради блага. То есть делают это преодоленные благом. Что вообще само по себе небольшой парадокс. Наконец, Сократ выдвигает вперед интересную вещь – искусство измерения. Если люди предполагают, что удовольствие – это главное в жизни, то тогда помощью для них или, скажем, наилучшим средством для них становится искусство измерения, чтобы знать, какое из удовольствий больше или какое из страданий больше. То, которое можно получить сейчас или то, которое будет потом. Мы вспомнили, спасибо Дарье Тимофеевне, что это связано с тем, о чем говорит прадик у ксенофонта – добродетель и порочность. Мы также вспомнили интересную вещь, или еще не вспомнили, но вспомним сейчас, что на самом деле искусство измерения – два. Это политик 284 Е. Сократ, это верно. Но что же дальше? Чужеземец. Ясно, что мы разделим искусство измерения. Как было сказано, на две части. Причем к одной отнесем все искусства, имеющие число, длину, глубину, ширину и скорость, путем сопоставления с противоположным. А к другой – те искусства, которые измеряют все это путем сопоставления с умеренным, подобающим, своевременным, надлежащим и всем тем, что составляет середину между двумя крайностями. Достаточно. Итак, есть два искусства измерения. Искусство измерения по величине и искусство измерения в соответствии с серединой, с надлежащим. Но это еще не все. Поэтому мы должны вернуться к тому моменту, на котором закончили и продолжить. А если бы благополучие нашей жизни зависело от правильного выбора между четным и нечетным? От того, что один раз правилем будет выбрано больше, а другой меньше. Независимо от того, больше оно само по себе или по сравнению с чем-нибудь другим. Вблизи ли оно находится или вдали, то что сберегало бы нам жизнь? Сократ говорит, что искусство измерения – это не искусство измерения у и большего, как такового, о чем говорилось до этого. Но искусство измерения в зависимости от момента. То есть в один момент надо выбрать большее, в другой момент надо выбрать меньшее, вне зависимости от того, ближе оно или дальше. Таким образом, простой арифметики, простого счета, мало, ибо не всегда надо выбирать большее, но надо выбирать сейчас. Искусство измерения должно быть дополнено каким-то другим элементом. Этот другой элемент кажется нам сейчас вторым искусством измерения. То есть не искусством измерения большего и меньшего, длинного и короткого, четного и нечетного, а искусство измерения в соответствии с надлежащим, с серединой. Ну и, конечно, Сократ говорит еще раз, смотрите, 356-D, 356-E и 357-A Сократ трижды повторяет искусство, которое сберегало бы нам жизнь. Искусство, которое сберегало бы нам жизнь. Что сберегало бы нам жизнь? Мы уже говорили о том, что сберегает нам жизнь, правильно? Что это? Это мужество. Но мужеству нет места в гедонизме. Знание ли? И не искусство ли определит, что больше, что меньше? А так как дело идет о нечетных и четных числах, то это не что иное, как арифметика. Согласились ли вы с нами люди или нет? А протокол решил, что согласились. Видите лакуну. Протокол снова не согласен с этим. Не до конца. Пусть так, люди. Раз у нас и уходит, что благополучие нашей жизни зависит от правильного выбора между удовольствием и страданием, между обильным и незначительным, большим и меньшим, далеким и близким, то не вступает ли туда на первое место измерения, поскольку оно рассматривает, что больше, что меньше, а что между собой равно. Достаточно. Смотрите, что исчезает. Исчезает четное и нечетное, о чем Сократ в прошлой своей фразе говорил дважды. Знание о далеком и лучшем не гарантирует этот выбор лучшего. Как мы уже сказали, да? Сократ говорит о чем? Сократ пытается объединить мужество и знание. Все еще пытается. И, в конце концов, объединит. Но мужество противоположно страху, а не удовольствию. Точнее, неудовольствию. Тогда почему Сократ говорит, что люди преодолеваются удовольствием, а не страхом? Почему он сконцентрирован именно на удовольствии, а не на страхе? Ведь страх, как он говорил до этого, чаще всего преодолевает знания. Если есть вещи, которые преодолевают знания, и центральное из них – это страх, что преодолевает страх? Мужество. Мужество преодолевает страх. Следовательно, мужество и знания – это одно и то же. Простая и понятная вещь. Но Сократ не идет туда. Сократ не двигается к такой логике. Он показывает ее нам, но не двигается к ней. Почему? Потому что в основном вылечают софистики? Нет, нет, не обязательно. Тем более здесь, где все, софистика, почему бы и нет. До этого же это не помешало партагуру? Вопрос состоит в аудитории. Не так мужественно? Не совсем так. Кого волнует страх? Что это за страх? Нет, нет, нет. Что это за страх? Страх перед чем? Нет. Конечно, это страх смерти. Кого волнует страх смерти в первую очередь? Ну, пристал. Стариков. Ну, и от этого и возникает благочестие. Конечно. Но Сократ хочет обратиться не к старикам. Здесь только один старик – протогор. И протогор не боится ничего. Сократ обращается к молодежи. Молодежь не боится смерти. Ее это не волнует. И потому страх смерти не может быть мотиватором для ее действий. Но молодежь, конечно же, стремится к удовольствию. Именно поэтому Сократ выбирает удовольствие. Угу. Да, это неизбежно. А разве есть измерение, то неизбежно будет также искусство и знание. С этим все согласятся. Подразумевается, что все еще люди. Каково это искусство и знание, мы рассмотрим в другой раз. Заметьте, из протогора мы не узнаем, что это за измерительное искусство. И существует ли оно в принципе. Доктрина гедонизма простоит на двух столпах. Доктрина популярного гедонизма. Что удовольствие – это благо. Что еще не было доказано. И что существует искусство измерения. О котором в самом протогоре нет ни слова. Которое не расшифровывается. Притом, что мы понимаем, что это искусство уже не подразумевает выбора большего. Не всегда. Кого это искусство и знание, мы рассмотрим в другой раз. В другой раз. Хорошо. А почему измерение? Послушал ли протогор Сократа? Хорошо. Давайте по-другому. Какая самая знаменитая цитата существует из протогора? Все ее знают. Все повторяют. Очень сложно стало. Открываете вегипедию. Это цитата первая. Узнание силы какого-то. Человек есть мера всех вещей. Протогор-измеритель. Сказал ли он ее позже или раньше, чем состоялся этот разговор, сказать сложно. Но идея именно такова. А теперь хватит. Ведь для доказательства, которые мы с протогором должны вам представить, чтобы ответить на ваш вопрос, достаточно признать, что тут, во всяком случае, речь идет о знании. Помните, о чем вы спрашивали? Мы с ним согласились, что нет ничего сильнее знаний. Оно всегда и во всем пересиливает, и удовольствие, и все прочее. Отлично. Только знание о чем? Если главное – это знание. Как? Мы только что согласились. Знание-то о чем? Это знание об удовольствии. Об удовольствии. Таким образом, знание показывает нам, что является удовольствием, или что в перспективе является большим удовольствием. Но тогда знание оказывается вторичным, потому что оно оказывается средством, инструментом второстепенным по отношению к удовольствию. Мудрец, который утверждает, что знание второстепенно – это не протогор и не Сократ, ведь они только что согласились, что нет ничего важнее знания. Помните этот трудок? Да? Хорошо, не будем искать. А сейчас Сократ приводит протогор к выводу, что знание вторично по отношению к удовольствию. В этом смысле Сократ, обращаясь к софистике, показывает, что софистика вторично по отношению к людям, к тем, на кого она работает. Так как софистика стоит ниже философии, и аудитория софистики стоит ниже философии, софистика вполне может быть инструментальной и обучать тому, что знание является второстепенным, инструментальным. По вашим же словам, удовольствие нередко одолевает и знающего человека. А после того, как мы с вами не согласились, вы спросили нас, а есть ли протогор и Сократ? Дело тут не в том, что мы уступаем удовольствию, а в чем же оно, и что об этом думаете вы? Скажите нам. Если бы мы тогда вам прямо сказали, что дело тут в невидении... В незнании, да? Причина всех бед – это незнание. Это буквальное повторение того, что говорилось в 353а. Вы бы над нами посмеялись. Теперь же, если вы станете смеяться над нами, вы бы смеетесь лишь над самим собой. Ведь вы сами согласились, что те, кто ошибаются в выборе между удовольствием и страданием, то есть между благом и злом, ошибаются по недостатку знания. Не только знания вообще, но, как вы еще раньше согласились, знания изменительного искусства. А ошибочные действия без знания, вы сами понимаете, совершаются по невидению. Так что уступка удовольствию есть не что иное, как величайшее невидение. Вот Протагор заявляет, что он излечивает. Вот Протагор заявляет, что он излечивает от него. Смотрите, Сократ учит Протагора, что Протагор должен говорить. Из пациента, тело которого исследует Сократ, Протагор превращается во врача, который лечит. Возвращаемся к теме болезни, ведь он лечит с помощью знания и лечит незнания. То же самое и Протик и Витпи. Вы же, полагая, что тут нечто другое, чем просто невидение, и сами не идете, и детей своих не шлете, к учителям этого дела. Вот к этим софистам. Так, как будто этому нельзя научить. Заботясь о деньгах, и не давая их таким учителям, вы плохо поступаете, и как частные лица, и как граждане. Это конец. Конец речи Сократа. Практически конец. В котором Сократ подводит итог тому, о чем он говорил с самого начала. Афиняне считают, что добродетели нельзя научить. Поэтому афиняне не любят софистов. Сократ преподает софистам урок. Они должны учить доктрине популярного гедонизма, для того, чтобы показать, что знанию есть место. При том, что знание и добродетель полностью расходятся. Знание и благо полностью расходятся. Софисты не учат добродетеля. Софисты учат искусству измерения, которое ведет людей к добродетели. То есть к удовольствию, то есть к благу. Помните, мы с вами говорили, что Сократ пытается сделать софистику приемлемой для города. Это и есть его попытка, обращенная к самим софистам. Они не должны не учить ни физиологии, ни риторики, ни орфографии или языку в целом. Нет. Они должны учить гедонизму и искусству измерения. Искусству измерения удовольствия и страдания. Вот что ответили бы мы людям. К вам же, Гиппи и Продик, я обращаюсь теперь вместе с Протагором. Пусть это обсуждение будет у нас общим. Как по-вашему, прав я или заблуждаюсь? Вспомните, кого учит Протагор, кого он собирается учить? Нет. Нет, ну, как называются все эти люди, которые... Мужей. Он отделяет мужей от толпы, от множества. Сократ объединяет их вместе, уничтожая мужей, решая проблему мужества. Протагор прозирает большинство, потому что оно ничего не знает. Помните, он говорит, они только повторяют за тем, что говорят сильнейшие в городе. Но именно поэтому это большинство нуждается в учителях. Их, как и считает Протагор, можно убедить в чем угодно. Даже в такой чуши, как знание, есть добродетель. А одна добродетель есть все добродетели. Наконец, Сократ не только словом, но и делом показывает это Протагору. Еще разочек. Как по-вашему, прав я? Как по-вашему, прав я или заблуждаюсь? Все нашли, что сказано совершенно верно. Все присутствующие согласились. Все присутствующие ничего не знают. Все присутствующие люди, кроме Сократа. Сейчас увидите, что там будет с Протиком. Все присутствующие являются скрытыми гедонистами. Но тогда все они часть людей, а не мудрецов. Противопоставление софистов и толпы ведет на самом деле к объединению. То есть противопоставление, которое говорит Сократ, которое проводит Сократ вместе с Протагором против людей, ведет на самом деле к единению софистов и людей. Все присутствующие софисты и люди, Сократ не считается, и о Протике сейчас скажем, соглашаются, что доктрина гедонизма является истинной и полезной для всех. Значит, вы соглашаетесь, сказал я. Вот приятное есть благо. А что приятное есть благо, а тягостное зло. Заметьте, добродетель становится сразу приятной. какой ей осталось стать? Нет, полезно это понятно, раз благо. Чего еще не хватает ей? Какой она должна быть? Приятной, полезной и легкой. Она должна быть легкой, иначе никто не будет ей учиться. Потому что учиться тяжело. Развлечение наименований, которые делает Протик. Заметьте, что вот теперь обращение к Протику. Я прошу тут оставить в стороне. Назовешь ли ты это приятным, милым или желанным? Ты ведь любишь добрейший мой Протик давать много всевозможных названий. И откуда только их ты берешь? Отвечай мне именно в этом смысле на мой вопрос. Да. Главное, Сократ сразу предупреждает Протика, вы помните, что Сократ и Протик это союзники в этом теологии. Сократ сразу предупреждает Протика, что сейчас влезать в диалог не надо. И что же отвечает Протик? Протик со смехом согласился. Да, Протик умнее всех остальных гедонистов. Он все понимает, отделяется от толпы. Вы можете сравнить это с явлением на 337С. А также все остальные. Все остальные соглашаются, да. Только Протик соглашается со смехом. Только Протик видит в этих словах иронию, то есть явную наглую ложь. Так что же, друзья мои, дальше. Все действия, направленные на то, чтобы жить без печи и приятны, разве не прекрасны? А существование прекрасного, разве не блага и польза? Итак, Сократ объединяет благо, красоту, которая есть в благородстве, приятное и полезное. В связи с чем приятные дела становятся благородными делами, то есть красивыми делами. Помните, именно это ведь Протогор говорил, я согласен с тобой, Сократ, что благо и удовольствие сходятся вместе, но только благородное удовольствие. Теперь все удовольствие является благородным. Почесали себе спинку, это благородный поступок. Поспали, благородный поступок. Огробили банк, чтобы получить немножко денег и, соответственно, удовольствие. Тоже благородный поступок. Все эти поступки становятся благородными. Соответственно, Протогор должен согласиться с ними со всеми. И что же происходит? А существование прекрасного разве не благо и польза? Все согласились. Протик уже соглашается, потому что Сократ попросил его совсем соглашаться. Раз приятное есть благо, то никто, если он знает или предполагает... А вот здесь следующий шаг, который делает Сократ. Разница между знанием и мнением знает или предполагает и релевантно. Мнение достаточно для правильного действия в рамках отождествления приятного и благого. Почему? Потому что не существует знания о приятном, существует только мнение о приятном. То, что приятно вам, может быть неприятно мне, и то, что приятно мне, может быть неприятно вам. Всякое приятное есть субъективное. Если приятное есть субъективное, а мы отождествили. Приятное с прекрасным, с благом и пользой. Получается, что все прекрасное и благородное, все благое и все полезное является субъективным. Какой у вас был вопрос? А он говорит, он знает или предполагает, а во втором алкоге думает, что знает, это тоже к мнению относится? Конечно, да. Если он знает или предполагает, что ничто иное, что нечто иное и притом выполнимое лучше, чем то, что он совершает, не станет делать того же, что раньше, коль скоро возможно нечто лучшее. Выйти ниже самого себя, это нечто иное. Ничто иное. Смотрите, нечто иное и ничто иное. Ничто иное, как невежество. А выйти выше самого себя, ничто иное, как мудрость. Это тоже своеобразный повтор, к которому мы тоже сейчас не будем возвращаться с самого начала. Сократ говорит, что мудрость значит быть выше самого себя. Это загадочная фраза, но загадочная относительно. Речь идет о том, что быть ниже самого себя значит выбирать более низкое благо, а значит более низкое удовольствие, при возможности выбрать более высокое удовольствие. Соответственно, быть выше самого себя это выбирать более высокое благо, то есть более высокое удовольствие. Смотрите, это не просто доктрина гедонизма, это доктрина радикального гедонизма, потому что каждый раз, когда вы становитесь перед выбором, какое удовольствие выбирать, хотя только что, страницу назад, я сейчас скажу где, это 356Е357А, Сократ говорил, что вообще-то не надо выбирать большее или меньшее, надо выбирать в зависимости от момента. Сейчас он говорит, что люди всегда должны выбирать большее удовольствие перед меньшим, и это и будет мудрость. А не из этого эпикурейство потом пойдет? Нет. Ну, тут же как бы высшее удовольствие именно в том, что когда мы умственными удовольствиями занимаемся, это нам не дает ничего неприятного. Созелцание, о котором вы говорите, оно же является вторичным по отношению к удовольствию, потому что созелцание – это как раз возможность выбрать это знание. И, соответственно, как мы только что сказали, знание является вторичным. Нет, речь идет о том, что человек, перед которым лежит кучка кокса и две кучки кокса, выбирает две кучки кокса, не задумываясь. Или там героиновый шприц, да? Выбирает героиновый шприц, не задумываясь. И это делает его мудрым. Вне зависимости от того, то есть смотрите, если раньше мы говорили, что знание не допускает зла, что нельзя вредить себе и другим, если ты знаешь. Да? Можно только вредить по незнанию. Теперь все просто. Есть удовольствие, есть момент выбора удовольствия, и выбирать больше удовольствия, и есть мудрость. Не получается, что он тоже субъективный? Конечно. Так я о чем и говорю? То есть получается, что софистика должна учить знание о субъективном. Как за концов, сам софист и есть гедонист. Все присутствующие, включая Продика, гедонисты. Ну, Продик умнее просто. Опять же, все присутствующие, включая Продика, но кроме Сократа. И кого-то еще. Сейчас мы увидим. А как мы понимаем, что кого-то еще? Сейчас увидим. Сейчас увидим. Все согласились с этим. И с этим тоже. Смотрите, на основе популярного гедонизма Сократ заставляет всех с собой соглашаться. Это важно. Помните, ведь это то, что сразило его в длинной речи Протагора. Помните этот момент? А когда речь Протагора закончилась, все согласились с тем, что она замечательна и прекрасна. А я стоял как завороженный. Теперь Сократ проворачивает этот фокус, заставляя всех соглашаться с собой. Причем не один раз, как у Протагора в конце длинной речи, а снова и снова и снова. Но он просто другим методом это делает. Да, и для другой цели. Но сейчас мы обсудим эту цель в самом конце. Но смотрите, все соглашаются. Это значит, демократия работает. Причем она является универсальной. Все соглашаются. Как это у нас говорится? Единогласно. То есть Сократ может управлять демократией. Причем может управлять демократией в рамках единогласности. Проблема заключается в том, что контингент этой демократии очень специфический. То есть это не хой-полой. Но Сократ убирает эту проблему, говорит, что нет никаких хой-полой, есть только люди. И присутствующие явно люди. У них невозможно прийти к единому. Кроме того, мнение, что удовольствие и есть благо, и надо принимать больше удовольствия сейчас, чем меньше удовольствия. Посмотрите, как протагор пытается управлять демократией. Протагор говорит, мы должны использовать для этого религию. В чем проблема с религией? Она иррациональна. Раз. И потому, что она иррациональна, она не подчиняется разумному управлению. Всегда может появиться фанатик типа Евтифрона, который скажет, я из этих историй такое вычитал, такое вычитал. И начнутся проблемы. Сократ заменяет это абсолютно рациональной доктриной. Не иррациональная религия должна управлять толпой, а рациональная доктрина гедонизма должна управлять толпой. Таким образом, мы, говорит Сократ, мудрецы, протагон, сможем управлять людьми гораздо лучше. Потому что, а, понятно, что в случае управления толпой существуют мужи динаменной, но в случае управления людьми мужей не существует. Все люди одинаково, естественно, стремятся к удовольствию. Мы должны использовать базовое стремление к удовольствию, заложенное в каждом. Естественное стремление к удовольствию. И ему-то зачем? Кому? Мудрецам? Да. Чтобы управлять толпой. Но для них это тоже удовольствие. Кто не принимает доктрину гедонизма из присутствующих, значит, речь не об удовольствии вообще. Это необходимость. Помните, с какой целью он туда идет? Философ должен жить в обществе. Поэтому общество должно принять философа. Общество не может принять философа по определенным причинам. Например, он не патриот. Это уже катастрофа. Он плохой мужчина. То есть плохой, как помните, Кавас Кагатес, настоящий мужчина. Вообще ни одним местом. Он не занимается политикой. Знаете, кто не занимается политикой? Как они называются по-гречески? Рабы? Идиоты. Слово идиотос – это человек, который не приходит на общественное собрание, на народное собрание. То есть это люди явно общественно неполезные. И толпа тут же делает вывод, что, скорее всего, они тогда либо просто паразиты, либо общественно вредные паразиты. Потому что паразиты – это всегда вредные существа. И поэтому они предлагают такую теорию, чтобы взять и возвышаться над всеми людьми? Нет, они и так возвышены над всеми людьми. Поэтому они предлагают такую теорию, в которой то, что они делают, пропагандное знание, оказывается полезным с точки зрения тех, на кого эта пропаганда направлена. Это делает и протагон, но он делает это с помощью религии. Нерационально. Сократ говорит, заменим это рациональным. И все, никаких проблем не будет. То есть проблемы с чем? С кем? С сильными. С тем, у кого проблемы у протагора. С кем проблемы у протагора. Протагора говорит, вот эти ребята меня видят насквозь. С ними большие проблемы, потому что они не дураки, они не покупаются на религию, они же часть управления. И когда я выдвигаю вперед эти доктрины, мы выдвигаем, то есть мы, софисты, у нас могут раскрыть. Поэтому я придумал, что я не буду скрываться и так далее, и так далее, и так далее. Сократ говорит, нет. Давай мы всех объединим. То есть не три типа людей, а два типа людей останется. Люди и мы. То есть ты, пожалуйста, вы, софисты и христики? Нет, 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 ни в коем случае. Конечно, Сократ пытается объединиться с протагором против людей. Но мы же видим по тексту, что протагор сам занимает позицию людей. Из присутствующих людей все, кроме Сократа. И кого-то еще. То есть они говорят, давайте объединимся, а софисты объединяются с людьми. Да, софисты объединяются с людьми, да, да. Ну, как мы и показывали. Помните там двусмысленность, когда протокол говорит, так оно и есть. Это он соглашается с тем, что доктрина удовольствия должна быть до полной доктрины измерения, учением об измерении. Или он соглашается с тем, что люди согласятся с этим. Соответственно, протокол сам оказывается частью людей, а не частью того, что мы называем, да, то есть сверхчеловеческой мудрости. И доктрина популярного гедонизма, она блестящая. В том смысле, что она, например, позволяет существовать полной демократии. Если все является субъективным, тогда демократия работает. Если благо равно удовольствие, но удовольствие субъективно, и значит благо субъективно, и благородство субъективно, и польза субъективно, тогда мы каждый раз должны совещаться по поводу того, что мы решим субъективно. Еще получается, если это субъективно То это нужно навязать А не нужно, в том-то и дело, что не нужно Вы же считали Гоббса и Лока, вспоминайте У вас свой фетиш У вас свой фетиш, у вас свой фетиш Никаких проблем нет Нет стандарта Того, что такое хорошо И потому каждый, кто говорит Я считаю, что хорошо это Имеет полное право так думать И нет никакой борьбы Если раньше, то в том, что предлагают протокол Боги говорят, что такое хорошо И вы должны следовать тому, что боги говорят Теперь вообще нет никаких проблем Ну тогда смотрите, что становится возможным Философ становится возможным Почему? Мы как общество думаем Что человек должен быть патриотом Настоящим мужчиной И участником политического сообщества Философ говорит Я субъективно не вижу интереса В том, чтобы быть патриотом Настоящим мужчиной И участником политического сообщества Если до этого такая точка зрения Вызывает подозрения То теперь она не вызывает никаких подозрений Ну окей Можешь выбрать Совершенно спокойно Точно так же, как твой сосед Может выбрать Как Калий Может выбрать Оргии Прошу прощения Мистерии Потому что Оргии Это все-таки римское слово Евнухов И прочие вещи Точно так же, как Какой-нибудь Гиппократ Может выбрать Мужество И так далее То есть Эта попытка Снять Противоречие Между людьми Проблема заключается В том, что Эта попытка Снять противоречие Зависит Стоит на двух столпах Благо Это удовольствие И существует Искусство измерения Если Хотя мы Один из этих Постулатов Не верим Эта докцина Ничего не значит Так как же Значит вы считаете Невежеством Иметь ложное мнение И обманываться Когда дело идет Об очень важных предметах И с этим все согласились А разве не так обстоит дело Сказал я Что никто не стремится Добровольным к злу Или к тому Что он считает злым Не добровольно А истинно Или мнимо Помните, да Знания и мнения Здесь нет Разлиться Когда Что никто Истинно Или мимо Не стремится К Дородопровод К тому Что он считает злом По-видимому Не в природе Человека По собственной воле Идти вместо блага На то Что считаешь злом Когда же люди Вынуждены выбирать Из двух зол Никто Очевидно Не выберет большего Если есть возможность Выбрать меньше Помните Протограмм Ведь говорил С помощью чего Учат Люди Ну какой полной толпу С помощью чего С помощью Страх С помощью С помощью наказания С помощью наказания И теперь Сократ объединяет Это Гедонистами Движет страх Наказания И хоть Ими очень легко Управлять Путем Этого страха Если Ну такой же Правда Существует Достать Удовольствие Да Да Но речь Не об этом Это ведь Не просто Насилие Во-первых Речь идет О сексуальном Насилии В определенном смысле Это связано С этим С чувственными удовольствиями Но речь идет Именно о наказании Оно ведь может быть Каким угодно Это может быть Толстотюремное заключение Может быть Штраф Может быть Все что угодно То есть это какое-то Неудовольствие Помните Помните Чему Учит Добротетель Керакла Делать Сейчас Чтобы Чтобы Потом Ну Чтобы потом Было лучше Да 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 Идея В том Что Мы должны Потерпеть Сейчас Чтобы Потом Было Лучше Почему Потому что Сейчас Терпеть Это меньшее Зло А потом Хуже Это большее Зло Гедонист Всегда Выберет Меньшее Зло Перед Большим Поэтому Он всегда Будет готов Потерпеть Сейчас Чтобы Потом Было Лучше Без Объяснения О награде Без Объяснения У добродетеля Но Впрочность Тоже Предлагает Как Выберете Меньшее Зло В том Плаве Что Все равно Возможно Какое-то Наказание И так далее Даже если Ты живешь В поручении Не Это Это Правда Но Мы сейчас Немножко Если Пожеваете Увидеть Эту доктрину В действии Вы можете Просто Включить Новости И вы Услышите Как Из Новостного Передатчика Льются слова О том Что Сейчас Потерпим Потом Будет Лучше И эта Доктрина Обращается Именно К популярному Гедонизму Или Нам Или Наоборот Смотрите Сейчас Похуже Чтобы Потом Например Не было Еще хуже Но К примеру Лишь бы Не было Вольным Да Получается В обществе Где Религия Больше Не играет Такой роли Какой Она играла В античном Обществе Доктрина Гедонизма Рациональная Доктрина Гедонизма Оказывается Куда Более Рабочей Конечно Каких Измерения Искусство Измерения И И Удовольствия Отождествление Благо И удовольствия Отождествление Благо И удовольствия Существует Почему Всякий Гедонизм Искусство Измерения Не существует Именно поэтому Из новостных каналов Сегодня может литься Сегодня потерпим Завтра будет лучше А может литься Прямо противоположное Или на следующий день Будет литься Прямо противоположное Одновременно С этим Льется другое Хватит Это терпеть Давайте А это не то Будет хуже Да Видите Конечно Это абсолютно Субъективные вещи Но это и называется Пропагандой Пропагандой Основанной Именно на этом На предположении На молчаливом Предположении О том Что каждый человек Гедонист Или по крайней мере Что гедонистов Подавляющее большинство Даже если Это скрытые Гедонисты Я могу Ткнуть пальцем В религию Я имею ввиду Авробическую религию Там ведь будет То же самое Терпи сегодня Чтобы там Было лучше Что это Как не Гедонизм О котором Тут говорит Нам сократ Человек Когда речь О том Что Из двух удовольствий Нет Сейчас есть удовольствие Потом есть удовольствие Бери всегда сейчас Нет Не сейчас есть удовольствие Потом есть удовольствие А сейчас есть одно удовольствие И удовольствие больше И если ты выбираешь удовольствие Больше Ты молодой человек Но это очевидно Кто выберет удовольствие меньше Чуть нравится Сократ говорил нам Что искусство Что выбор удовольствия На самом деле Должен быть обеспечен Не выбором Большего или меньшего Далекого или близкого А в зависимости От момента Помните Есть два искусства измерения Большего или меньшего И по отношению К Да к должному. Теперь же, чтобы добиться всеобщего согласия, он говорит, нет, 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 нет. Выбор очень простой. Здесь и сейчас удовольствие или здесь и сейчас еще больше удовольствия. Никаких потом нет. Но меньшее зло, это воспринимается как большее удовольствие. А нет, вопрос тогда меньшее зло или большее зло. Классический пример с наркотическими веществами. Кокаин и героин. Что здесь и сейчас больше удовольствия? Героин. Что больше зла потом? Героин. Героин, но именно поэтому речь идет только о здесь и сейчас. Мудрый человек, мудрый человек, это тот, кто выбирает здесь и сейчас больше удовольствия. А не мудрый выбирает здесь и сейчас меньшее зло. Он выбирает меньшее удовольствие, потому что зло, оно там, вдалеке. Еще раз, это то, что мы обсуждали в прошлый раз, когда говорили о курении. Помните, в чем проблема с будущим-то? Может быть, может быть. В шансе, конечно, но мудрость выталкивает шанс из реальности. Мудрость побеждает шанс, побеждает случай. И значит, говорить о будущем нельзя. У гедониста нет будущего, есть только настоящий выигр. Ну тогда ответ очевиден. Нужно выбирать здесь и сейчас меньше зло, и здесь и сейчас больше удовольствия. Другое дело, вспоминайте фокедита. Вспоминайте фокедита и вспоминайте, что этот выбор, если здесь и сейчас, этот выбор разрушает общество. Помните? Мы говорили в прошлый раз об этом. Чума афинская. Именно поэтому доктрина гедонизма все-таки говорит и о будущем. Обманывая людей, то есть делая их немудрыми, немудрыми в смысле гедонизма. Говоря, здесь и сейчас терпим, в будущем будет лучше. Этим пользуется и политика, и религия одновременно. Нет никаких больших вопросов. Мы не все тут же. Со всем этим мы все согласились. Со всем этим мы все согласились. Заметьте, что до этого соглашаются все. А теперь мы все. Это значит, что мы все это кто? И Сократ тоже. И Сократ тоже, конечно. До этого соглашались другие, но с этим утверждением согласен Иссократ. Прочтите его еще раз. А разве не так обстоит дело, сказала я, что никто не стремится к добровольным злу или к тому, что он считает злом? По-видимому, не в природе человека по собственной воле идти вместо блага на то, что считаешь злом. Когда же люди вынуждены выбирать из двух зол... Помните, да, на то, что считаешь злом и не добровольно, а и к истинному или мнимому злу, или к тому, что он считает злом. То есть двойная. К истинному или мнимому злу и к тому, что он считает злом. По-видимому, не в природе человека по собственной воле идти вместо блага на то, что считаешь злом. Когда же люди вынуждены выбирать из двух зол, никто, очевидно, не выбирает большего, если есть возможность выбрать меньше. Достаточно. Открываете апологию и читаете там, как Сократ говорит, что смерти не надо бояться, потому что непонятно, зло оно или не зло. И непонятно, что после смерти происходит. То есть это то, с чем мы все согласились, потому что это то, что Сократ говорит в апологии. Но опять же, вы же помните, что в апологии говорить на самом деле. Со всем этим мы все согласились. Да, я сказал, я. Ведь есть есть что-то такое, что вы называете боязнью и страхом. Разве не то же самое, что я? К тебе это относится Продик. Да, 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 да. Сократ снова напоминает Продику, что не надо вводить разделение между этими словами. Я имею в виду некое ожидание зла. Как бы вы его назвали страхом или боязнью? Помните, что противостоит страху? Мужество. Да, сейчас мужество будет заменено знанием. Потому что очевидно, что если благо – это удовольствие, то зло – это что? Неудовольствие. Страдание. Но тогда страх – это страдание, ожидание зла. И, соответственно, если благо и удовольствие определяются знанием и преодолевается, то тогда неудовольствие тоже преодолевается знанием. Продакоры Гиппи согласились, что это и боязнь, и страх. Продик же сказал, что это боязнь, но не страх. Заметьте, снова лакуна. Продик таки не согласился. И Сократ убирает его речь, какой бы она ни была. Он Продик троллит Сократа, так же, как Сократ с их остальных. Вы же помните, что Продик – это как раз-таки учитель Сократа. Или, по крайней мере, Сократ говорит нам, что это один из его учителей. Иными словами, мужество, преодолевающее страх, оказывает добровольное мужество, оказывается невозможным. Никто, находясь в здравом уме, не будет проявлять мужество. Мужество может быть только невольным. Иными словами, мужество может быть только безумным. Или это невозможно на основании того, в чем мы согласились. Коль нами признано, что человек считает злом то, чего он боится, а того, что считается злом, никто и не делает, и не принимает добровольно. И с этим все согласились. Раз все это, сказал я, положено у нас в основу Продик Египпи, то пусть Продик защищает перед нами правильность своих прежних ответов. Достаточно. Первое, не защищает, а апологитирует. Ну, как апология. То же самое слово. И второе, защищает перед нами, перед Продиком, Египпием и Сократом. Перед мудрецами. Только перед мудрецами. Правильно? Египпи же не особо мудрец. Нет, из них никто не мудрец, кто не Сократа. Но Сократ должен им польстить. Смотрите, Сократ предлагает софистам новую доктрину. Он знает, что Продогор может протестовать. Поэтому он объединяется с софистами против Продогора, чтобы подавить его. Чтобы не дать ему протестовать. Правильность своих прежних ответов, но не самых первых. Но не самых первых. Тогда ведь он утверждал, что из пяти частей Добродителей ни одна не подобна другой. Но каждая имеет свое собственное значение. Я сейчас говорю не об этом, а о том, что он высказывал позже. Когда стал утверждать, что четыре из них довольно близки друг к другу. То есть не сначала, а только потом, когда он подумал. И его заставили путем стыда все-таки прийти к утверждению, что не все они не похожи между собой. А только мужество отличается от всех остальных. А одна, именно мужество, очень сильно отличается от других. В чем я будто бы могу убедиться посредством следующего доказательства. Ты встретишь сократ людей, чрезвычайно нечестивых. Это повтор речи Продогора, слов Продогора из 349-Д. И здесь происходит замена. Ты встретишь сократ людей, чрезвычайно нечестивых, несправедливых, необузданных и невежественных. Однако же очень мужественных. Из чего ты убедишься, что мужество очень сильно отличается от других честей и добродетелей. Здесь местами с прошлой, с оригинальной фразой Продогора, местами поменялись справедливости и благочестия. То есть Продогор говорил нечестивых, несправедливых. Я и тогда очень удивился этому ответу. Заметьте, что когда Продогор это отвечал, сократ никакого удивления не выражал. То есть он мне говорил товарищу, и этому я очень сильно удивился. Только теперь он говорит это, причем он говорит это не товарищу. Не только товарищу. Это не ремарка. Он говорит это всем. А еще больше, после того, как мы с вами все разобрали. Вот я его и спросил. Считают ли он мужественных смелыми? То есть как только мы с вами все разобрали, это как только мы с вами все согласились. Мы с вами это Продик и Гиппи. Да, 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 да. А он ответил. Да, и отважен. Помнишь Продогор? Такой свой ответ. Продогор подтвердил. Достаточно. Начинается допрос Продогора. Допрос с пристрастием. А то, что Продогор подтвердил, это не факт, что он подтвердил? Не факт, да. Конечно, конечно, конечно. Но, что самое интересное, помните, в чем участвовал активно Продик в прошлый раз? Когда Сократ прибегал к помощи Продика? Когда? Ну, было же ко мне судья. О чем? Ну, судья. Нет, 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 нет. Чуть-чуть попозже. Чуть-чуть пораньше даже. Там мы Продика Гиппи выступили. Когда Сократ призывает Продика? Продика вызывает вообще? Нет. Не сейчас, до этого. А когда он отвечает? Да. Когда он понимает, что ему нечего сказать. После Дианда Речи по Добору пытается... Да, 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 да. И включает иронию. Начинает рассказывать о философской доктрине бытия и становления. Различие между бытием и становлением. Посмотрите, что происходит ровно сейчас. Давайте я открою и постараюсь. Сейчас, 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 сейчас. Сократ говорит мужество и мудрость совпадают. Продогор ловит его на софизме, и Сократ полностью меняет тему. А только сейчас возвращается к объединению мудрости и мужества. О чем это вам говорится? По тянувремя. По тянувремя, да. А я, чтобы потянуть время и подумать над тем, что говорит Продогор, бегу к Продику и говорю, Продик, спасай Симонида. Вы же там, вы же из одного города, с командой, все дела. Теперь он этого не говорит. Но мы видим, что ситуация повторилась. Повторилась в точности. Обрыв темы, то есть резкая смена темы. Помощь Продика. Возвращение к тому, с чего начали. И главное, полная бессмыслица самой этой речи. То есть, как в случае разделения на бытие и становление, это ирония, так и гедонизм, доктрина гедонизма, это ирония. Почему Сократ ничего не говорит товарищу? Потому что Сократ хочет этой доктиной объединить, сделать софистику полезной для общества. В глазах товарища. Но в наших с вами глазах все совершенно иначе. Картина совершенно другая. Протокон подтвердил. Так скажи нам, на что отваживаются мужественные? На то же, что и робкие? Нет. Так значит, на другое? Да. Не идут ли робкие на то, на что нужна дерзость? А мужественные на то, что страшно? Люди говорят, что так, Сократ. Люди. Да, да, да. И сейчас Сократ его на этом? Да. Ты прав, сказал я. Но не об этом я спрашиваю. Как по-двоему? На что с отлагой идут мужественные? На то ли страшное, что они считают страшным? Или на то, что таковы не считают? Все. Мне интересно, что говорят люди. Важно, что говоришь ты. До этого Сократ пытался объединиться с протоконом. Но мы знаем, что это объединение нужно было, чтобы потянуть время. Теперь. И это объединение ничего не значит. А протокон попался. Он думал, что они с Сократом мудрецы, а есть люди. И теперь, когда Сократ его спрашивает, он отвечает, ну люди так думают. Снова пытайся объединиться с Сократом. Сократ говорит, нет, мы тебя сейчас вскрываем. Не людей. Но первое невозможно. Как было доказано, только что твоими рассуждениями. Заметьте, протокон не просто уловится на эту тактическую уловку. Он уловится и на доктрину популярного гедонизма. Он верит ранее сказанному. Смелые не идут на страшное даже под принуждением. И в этом ты прав. Так что, если это правильно было доказано, никто не идет на то, что считает страшным. Ведь мы нашли, что быть ниже самого себя – это невежество. Протокон согласился. Если быть ниже самого себя – это невежество. Это значит, что так как все люди не идут на то, что считают страшным, следовательно, все люди мудры. Следовательно, зачем им нужен протокон, если все люди мудры? Он нужен тем людям, которые идут на то, что считают страшным. Кто это? Вы хотите сказать мужественные, но мы уже убрали их сумасшедшие. Он нужен сумасшедшим, безумцам. Но с другой стороны, когда люди осмеливают на что-нибудь, то идут все – и робкие, и мужественные. И таким образом и робкие, и мужественные идут на одно и то же. Трусы и мужественные – это одни и те же люди. Потому что и трусы, и мужественные стремятся к удовольствию, стремятся к благу. Но к благу стремятся все. Другое дело – помните, что так как все субъективно – трусы считают благом одно, а мужественные – другое. Трусы боятся одного, а мужественные – другого. Но тогда это значит, что ни трусов, ни мужественных не существует. То есть вы выходите в бой не потому, что вы преодолеваете страх. Ни один человек не преодолевает страх, находящийся в своем уме. Вы выходите в бой, потому что вы получаете от этого удовольствие. Трус, бегущий в другую сторону, пока вы идете в атаку… Получает удовольствие, потому что бежит. Да, да, да. И он такой же разумный человек, точно такой же человек, как и вы. Потому что он тоже понимает, что пытаться выступить против собственного страха – это значит стать сумасшедшим. Смотрите, Сократ не зря ему напоминает. Ты уже согласился, что все добродетели похожи друг на друга, кроме мужества. И сейчас Сократ просто уничтожает мужество. Но это не разумный благо. А мы уже сказали, что благо субъективно. Как и удовольствие. Потому что благо и есть удовольствие. Но когда у них стоит выбор между большим сейчас, точнее, меньшим сейчас и большим потом… А в том-то и дело, что у гедонистов нет такого выбора. Есть только большее сейчас и меньшее сейчас. Это и делает гедонистов модными, потому что потом не существует. Смотрите, вы пытаетесь сбежать с битвы, избегаете. Откуда вы знаете, как она закончится? Неужели вы правда думаете, что без вашего участия ваши проиграют? Но все-таки, Сократ, совершенно противоположно то, на что идут робкие и то, на что идут мужественные. И протокол соглашается, действительно благ много. И именно выбор блага, то есть удовольствие отделяет робких от мужественных, трусов от мужественных. Вот хоть на войну. Одни желают идти, а другие не желают. Идти на войну прекрасно или безобразно. Да, ну то есть благородно или неблагородно. Прекрасно. А ведь если прекрасно, то и хорошо. По-прежнему нашим условиям мы вересловились, что все прекрасные действия хороши. Ты прав, таково и мое, всегдашний мир. Да, следовательно, смелые идут на войну, считая ее благом. А трусы не идут на войну, считая ее злом. Все, точка. То есть и те гедонисты, и эти гедонисты. Ничем они между собой не отличаются. Забавно, что протогор соглашается и говорит, таково и мое всегдашнее мнение. Хотя это не его всегдашнее мнение, только что он говорил другое. И правильно. Но кто же из них, как ты утверждаешь, не хочет идти на войну? Хотя это прекрасно и хорошо. Робки. Ну трусы, да. А ведь если это прекрасно и хорошо, то оно и приятно. С этим мы были согласны. Заметьте, то было мое всегдашнее мнение, а это уже то, с чем мы были согласны. А это он сейчас пытается объединиться с Сократом? Нет, 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 нет. Он как раз пытается отделиться, сказать, что это мы были согласны. Я был согласен, а мы все были согласны. То есть вы видите, что он пытается выкрутиться, но уже никуда не ленится. Значит, люди робкие и сознательно не хотят идти на то, что прекраснее, лучше и приятнее. Но если бы мы с этим согласились, мы нарушили бы все то, в чем мы раньше были согласны. Все, этого достаточно. Люди робкие, сознательно не хотят, то есть трусы сознательно не хотят. Если существует объективное, прекрасное и приятное, то тогда мы можем разделить людей на плохих людей и хороших людей. Но если объективного не существует, да, и все приятное и субъективное, тогда все люди абсолютно одинаковые. И протокол попадает в эту ловушку. Я обращаю ваше внимание на то, что именно это говорит Синофонт. И мы уже читали это в Лакедемонской политее. Итак, напоминаю вам, что это Лакедемонская политее. 9.2. 64-я страничка, если у вас есть, пожалуйста. Говоря по правде, спастись от преждевременной смерти скорее можно с помощью мужества, чем с помощью трусоства. И действительно, мужество и легче приятнее достижение ненадежности. Да. Таким образом, единственное, что нужно сделать с трусом, с точки зрения Ксенофонта, объяснить ему, что мужество и легче, и приятнее, и достижимее, и надежнее. Помните, что добродетель должна быть легкой, чтобы к ней стремились. Но она также должна быть и приятной. Возвращаемся обратно. Протогон пойман в ловушку. Мы уже согласились, что люди не могут добровольно не идти на то, что прекраснее и приятнее. Здесь ошибка именно про заборы, и Сакад опять дал ему сделать какой-то выбор из двух вариантов. Нет, здесь выбора уже нет. Логика, с которой протокол соглашался, да, это логика гедонизма. Потому что он сам скрытый гедонист. Она ведет... Если бы протокол тогда сопротивлялся, когда сократили время, и не соглашался с этим, то он бы не помогал. Проблема в том, что он не мог этого сделать. По одной простой причине. Если бы он сопротивлялся, он должен был бы встать на сторону людей. Но если он представитель людей, а не представитель мудрецов, то зачем он нужен? Он соглашался... Соглашающий он все равно встал. Нам показывает, даже не товарищи, это он нам показывает, что да, он действительно из людей, а из мудрецов. И в каком бы сторону он дизайна, потому что он все равно встал. То он бы все равно проиграл, да. Но это ровно то, что делает диалектика. Помните, мы с вами обсуждали это в самом начале. Какой бы вариант ответа он не выбрал... Да, 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 да. Если сократ ставит задачи показать, что протокол не обладает эвболией, рассудительностью, то сократ делает так, что из предлагаемых вариантов ответа... Очень здорово. Из предлагаемых вариантов ответа, никого не будет рассудительным. А что же мужественный человек? Не идет ли он на то прекрасное, на то, что прекраснее, лучше и приятнее? Необходимо это признать. Все, и протоколы с этим соглашаются. Значит, вообще говоря, мужественные проявляют недурную страх, когда боятся, и недурную отраку, когда отважен. И вдруг выясняется, что мужество – это не бесстрашие, а отсутствие, то есть не отсутствие страха как такового, а отсутствие плохого страха и наличие хорошего страха. В связи с чем возникает вопрос, существует ли благое мужество и неблагое мужество? Тогда как же пытаются уничтожить мужество? Да, 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 но это понятно. С протоколом это пройдет, но это для нас вопрос. И что такое благой страх, который должны испытывать мужественные? Хороший страх? Мужественные не проявляют дурную страх, когда боятся, и недурную отраку, когда отваживаются. Ну, хорошо, давайте дальше. Это правда. Если же то и другое небезобразно, постыдно, значит прекрасно. Да. А если прекрасно, то и хорошо. Да. Вернитесь назад. Недурной страх – это никакой страх. Давайте вместе подумаем. Что такое? А? Нет, 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 нет. Мы уже объединили прекрасные счеты. Правильные страхи. Мы уже объединили прекрасные, полезные счеты. Прекрасивые. Легкие. С удовольствием. С удовольствием. Мужественные не проявляют страха, который приносит им неудовольствие. И не проявляют отваги, которая не приносит им удовольствия. То есть они проявляют страх, который приносит удовольствие? Угу. Уже вообще не так. Нет, нет, нет. Как раз таки нет. Это гедонисты. Мужественные проявляют не дурной страх, когда боятся, а страх, который приносит им удовольствие. И проявляют не дурную отвагу, не дурную смелость, когда отваживаются на что-то, а отвагу, которая приносит им удовольствие. Какой страх приносит им удовольствие? Никакой. Нет, как это? Только страх очень может приносить удовольствие. Может ли страх приносить удовольствие? Нет, не могу. Субъективно. Никакой. Никогда вы не выходили на подиум или не были перед спортивными соревнованиями в возбуждающем волнении. Ну и волнение. А чем оно вызвано, это волнение? Ну страх, это когда, например, вы попадаете с ножом, но это же не волнение, не прискушение. Ну вот вы и отличили плохой страх от хорошего, от страха, который приносит вам удовольствие, от страха, который не приносит вам удовольствие. Ну то есть получается волнение, прискушение и страх. Нет, это тоже страх. Это волнение вызвано страхом. Но это страх, который вам приносит удовольствие. Вот и все. Это же я не знаю. Еще. Ты еще можешь облажаться именно из этого страха. Это не имеет значения. Имеет значение в том, является ли этот страх удовольствием или нет. Нет. Ну как это нет? Вы же гедонист, вы не думаете о будущем Только о сейчас Вам сейчас хорошо от этого страха? Да, да Ну смотрите, например Американские горки и чувство высоты Вы же испытываете волнение Потому что вам страшно Это хороший страх, потому что на самом деле вы в полной безопасности Вот это хорошее Вот, наконец-то Ну и вообще вас впереди еще много ждет У страхов, приносящих удовольствие Но в общем и целом вы видите, да Что есть хорошие страхи А есть плохие страхи И есть хорошая смелость Которая приносит удовольствие И не хорошая смелость Вы можете отваживаться на то, что вам не нравится И отваживаться на то, что вам нравится И то есть, если отваживаться на то, что мне не нравится Это плохая смелость Да А если то, что нравится Конечно Почему применять отвагу, если тебе это не нравится? Вот в том-то и дело, что таких людей не существует. Таких быть не должно. Но нужно отделить страх от отваги и указать протоколу на то, что бывает и хороший страх. И плохая отвага. А приведите пример плохой твоей? Да, когда вы сами себя заставляете. Заметьте, что мудрецы сами себя заставляют. Помните самопонуждение? Конечно. Но речь больше не идет о справедливости. Речь идет о благе. И причем не для мудрецов, а для людей. То есть речь идет об удовольствии, правильно? Конечно. То есть если отвага приносит вам удовольствие, это хорошая отвага. Если она не приносит вам удовольствие, это плохая отвага. Ну, грубо говоря, вы стоите в строю. Лена с вами стоит. Стою я такой, типа, сейчас уже. И я испытываю благой страх. Потому что это волнение. Сейчас я себя всем покажу. И благой отвагу. Вы не испытываете ни того, ни другого. И чтобы быть плохим человеком, вы покидаете строй. То есть вы проявляете мудрость. И говорите, я пошел домой. Я считаю, что это зло. Да, 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 да. Вы обращиваетесь к своему командиру, к политрупу и говорите, вы знаете, я испытываю какой-то неблагой страх. И неблагую отвагу сейчас. Потому что объективно, в принципе, можно менять... Конечно, потому что нет объективно, да. Это не просто удобно. Это способ потянуть время. Видите, насколько удобно. Я хотела напомнить, но что забыть. А я уже рассказал об этом. Про удовольствие от созерцания? Да. Когда я сказал, что в таком случае знание оказывается второстепенным по отношению к удовольствию. И тогда, если вы созерцаете ради удовольствия, то получается, что вы такой же гетанист и вы человек. То есть вы со всеми людьми. Хорошо. Это правда. Если же то и другое невезобразно, постыдно, значит прекрасно. Да. А если прекрасно, то и хорошо. Да. А робкие смельчаки и неисты... Заметьте, до этого были трусы и мужественные. Теперь появляются трусы, мужественные и сумасшедшие. Кто такие трусы? Трусы – это те, кто против любой войны. Мужественные, соответственно, это серединка. И тогда неистовые – это кто? За любую войну. За любую войну. Да, 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 да. Это не мужественное случилось? Нет, нет, нет. Но тогда, смотрите, тогда получается, что мужество неотделимо от мудрости, потому что вы должны знать, какая война хорошая, а какая нет. То есть какая приносит вам удовольствие, а какая нет. Ну и трусы тогда тоже должны быть. А им все приносит неудовольствие. Всякая война. Но речь идет о том, что появляется знание о благой войне. А робкие и смельчаки, и неистовые, напротив, проявляют дурной страх. Когда боятся и дурной отвал, когда отваживаются, протогор согласится. И протогор, видите, и лакуна. Протогор сопротивляется. И отваживаются они на постыдное и плохое только по незнанию и невежеству. Итак, для всех трех категорий источником плохого, то есть неудовольствия, является только незнание. Незнание является причиной всех проблем. Незнание чего? Как это называется это? Ну, 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 а как это называется сейчас? Это то, основателем чего является Платон. Если все субъективно, то знание о вашей субъективности, это знание о чем? О психологии, о вашей психологии. Платон – это создатель психологии. Психология, знание о душе. Чтобы получать удовольствие от того, что приносит вам удовольствие, вы должны знать себя. Вполне возможно, что кто-то вас обманул и, например, научил вас тому, что не приносит вам удовольствие и заставляет вас это делать. Ну, привычка там какая-нибудь ужасная. Давайте по-другому я скажу, прямо в современных терминах. Детская травма. Вот для того, чтобы от этого избавиться и стать по-настоящему хорошим человеком, то есть хорошим гедонистом, вы должны познать себя. Помните, это то, что говорил этот самый один из синие мудрецов, который один из спарты, единственный хион? Они это самое написали на вход в Дельфийский оракул. Помните? Что они написали? Оракул Аполлона? Нет, Дельфийский оракул, это Оракул Аполлона Дельфийского. Что там написано на входе? Познай. Познай самого себя, естественно. Бедный Критий потом в Хармиде будет это Сократу говорить, а Сократ ему будет отвечать, ты дурак. Дважды. Посчитайте Хармиды, интересные диалоги коротенькие. Почему? Потому что Критий попался на вот это. Вопрос, кто не попался. Кроме божественного Продика, конечно. Еще раз, то есть получается психология, то есть познание себя, то есть знание о душе, они помогают понять, что принесет наибольшее удовольствие. Да, да, и таким образом делают вас хорошей и мудрой. Мудрой в чем? В знании о самой себе. То есть это та самая эмансипация и освобождение, которую вы не раз слышали. То есть вы освобождаетесь от внешних норм, которые говорят вам, что хорошо и что плохо, обращаясь к своим собственным нормам, которые возникают прямо из вашей души. Но здесь нет... Но я напоминаю вам, что все это результат того, что надо было потянуть время. То есть здесь не говорится о том, что благо одного человека может доверить другому человеку? Ну как бы затронуть? Нет, не говорится. Не говорится, потому что речь только о душе. Но вообще, конечно, это так. Например, неистово и считать, что всякая война хороша. Нет, я не имею в виду, если она очень, что-то нравится, а другому не нравится и... Так это та проблема, которая разрушает общество. Если мы стоим в строю и мы говорим, что я пошла домой, все, строя нет, и мы погибли. Но еще раз, эта доктрина нужна была, чтобы почитать время. А выводы из нее помогают убедить протогор. Потому что пока время тянулось, протогор совсем соглашался. Так оно и есть. Ну а то, почему робкие бывают робки, называешься робостью или мужеством. Робостью, конечно. А не выяснили ли мы, что робкие делают робкими неведения того, что страшно? Вполне выяснили. Значит, из-за этого неведения они и робки. Протогор согласен. Срократ обвиняет протогора в том, что он трус, который по незнанию пошел против мудрецов древности. И протогор это понимает. И когда он это поймет, он замолчит. Еще чуть-чуть осталось. Так именно неведение того, что страшно и что не страшно, есть робость. Неведение того, что страшно и не страшно, есть робость. Трусость – это незнание. Следовательно, мужество – это знание. Все. Видите, он уже даже нет лакун. Он уже даже не говорит. Он только кивает. Но ведь мужество противоположно робости. Да. А понимание того, что страшно, а что не страшно, противоположно неведению всего этого. Здесь протогор опять кивает. И протогор кивает еще раз. Значит, понимание того, что страшно, а что не страшно, есть мужество. Противоположно с неведению этого. Достаточно. Мужество оказывается не равно мудрости, а оказывается частью мудрости. Частью добродетеля. Но тогда добродетель оказывается различной, как и говорил протогор. У добродетеля есть части, но эти части неотделимы друг от друга. Это не части лица и не части золота, как говорит Сократ. Помните, что первое это деление должно... Что этот вопрос поставлен так, чтобы протогор не мог из него выбраться. Поэтому мы должны подумать над тем, вы должны подумать над тем, как можно было бы поставить этот вопрос иначе. Вопрос о том, является ли добродетель единой или не единой. То есть, являются ли ее части похожими на части лица, а каждая отдельная не составляет лица, то есть не является добродетелью. Или как части золота, где каждая отдельная и является добродетелью, и автоматически такая же, как все остальные. И после этого вопроса происходит ужасное. Вспомнил, если мужество – часть мудрости, то Сократа мудрый, но мы вообще никак не знаем. Ну, помните, что это все результат доктрины гедонизма. Да, 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 конечно. То, еще раз, то, что Сократ говорит собеседнику в ситуации Х, это не то, что Сократ говорит другому собеседнику в другой ситуации. Да, да. Нельзя вырвать... Это классическая политическая философия. Ни одной фразы нельзя вырвать из контекста и сказать, смотрите, вот это правда. Вот так думает Платон или так думает Сократ. Ничего подобного. Даже с Аристотелем так не получится. Не говоря уже про всех остальных. Тут Протогор уже не захотел кивать. Спасибо, что вы добавили уже. А, уже, да, 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 но вы пропустили другое. Тут Протогор уже даже не захотел кивать. Нет, тут Протогор, сейчас по-другому. Тут Протогор уже не захотел даже кивать. То есть усиление. Раньше он кивнул, ответил на вопрос, кивнул второй раз, в этот раз он даже не будет кивать. Знак согласия и замолчал. И замолчал окончательно, да. То есть это полная победа и полный разгром. Я же сказал, что же Протогор? Ты не подтверждаешь и не отрицаешь того, что я говорю. Ты заканчивай сам с твоего Протогор. Да, и Протогор сдается официально. Все, ты начал это, тебе все это и заканчивается. Раньше, смотрите, раньше он согласился, что он пойдет за Сократом. А теперь он говорит, что я даже не буду идти. Ты все заканчивай сам. Сократ проявляет определенную смекалку. Вместо того, чтобы ответить на свой вопрос, спросите вопрос Сократа. Значит? Значит, понимание того, что страшно и что не страшно, и есть мужество, противоположность невидимого. Вместо того, и Протогор говорит, заканчивай сам. То есть ответь на этот вопрос сам. Он не отвечает. А Сократ не отвечает, что он делает? Прошу вас. Я спрошу у тебя только еще об одном, сказал я. Кажется ли тебе по-прежнему, что бывают люди, хотя и очень невежественные? Некоторые люди, что бывают такие люди. Какие? Конечно, мы с такого не знаем. Хотя и очень невежественные, но в то же время в высшей степени мужественные. Кажется мне, Сократ, сказал Протогор. Заметьте, что остаются только, вместо разных типов мужественных, плюс мужественный и неистовый. Остаются тут только невежественные. И что еще важнее? Это точка зрения, согласно которой мужество и мудрость совпадают, отвергается Сократом в диалогах Гургий 394Е, 397А, государство 505Б и Филипп 20Е, 21А. Вы видите, да, это то, о чем мы с вами говорим. Вот там Сократ говорит прям противоположное. Кажется мне, Сократ, сказал Протогор, что ты упорно настаиваешь на том, чтобы я отвечал. Так и быть. Сделал тебе приятное. И скажу. Все. Протогор уже даже не сопротивляется молча. Это капитуляция. Обсуждение добродетелей заканчивается ничем. Протогор отказывается отвечать. И скажу, что на основании прежде признанного мне это кажется невозможно. Да, видите, все. Сократ таки заставил его ответить. Что здесь происходит? Происходит самое интересное. Протогору некуда больше деваться. Он признается этот. Но заметьте, что сделал Сократ, чтобы заставить Протогора отвечать вот только что до этого? Он объединился с Гиппемо Продиком. Устроил суд. Мы будем тебя судить. Но на самом деле суд этого мы, это суд Сократа, суд царя философа. Суд единственного, кто не попадает в категорию людей из присутствующих. Единственного, но не совсем. Да, я знаю. Павел, еще вопрос. Почему в начале Сократ боялся на здесь Протогора, а сейчас уже не боишься? А в начале когда? Ну, когда они только в Сократе. То есть он объективно был. Да, да, да. Да, да, да. Но, посмотрите, потом здесь появляется судья. Распорядитель, алкивиад, который полностью на стороне Сократа. И он тыкает Протогора вилкой и принуждает Протогора, если Протогор отказывается говорить. Потом, когда лесть начинается заново, когда Сократу надо объявиться с Протогором против людей. И сейчас, когда надо загнать Протогора в категорию людей. То есть дегидониста, который не понимает, что для него удовольствие, а что неудовольствие. То есть Сократ уже и сам хочет закончить разговор, поэтому ему не нужно как-то... — Сократ еще не хочет закончить разговор. Протагор уже хочет закончить, но он хочет закончить его полдиалога. Этот разговор, естественно, закончится, когда нужно Сократу. Помните, есть диалоги, которые начинаются, потому что Сократу кто-то пристает, как Евтефрон. Но в этом диалоге все равно наоборот. Это Сократ приходит к Протагору. Это Сократ. Помните, ведь Протогор не отвечает Сократу На первый вопрос, кому он отвечает Он отвечает Гиппократу Ты, юноша, научишься у меня следующему Подожди, есть одна мелочь И Гиппократ Как бы растворяется в темноте То есть Сократ Зачинатель этого диалога И как и в любом другом диалоге Он закончится только тогда, когда захочет Сократ Да ведь я спрашиваю обо всем этом Сказал я, только ради того, чтобы рассмотреть Как обстоит дело с добродетелем И что это такое Итак, Протогор признает поражение Но Сократ говорит, я не стремился к победе То есть смотрите, что говорит Протогор Что ты упорно настраиваешься на том, чтобы я отвечал И так и быть, я сделаю тебе приятное И скажу, что кажется невозможным Сократ говорит, нет, нет, нет Мне ты приятное не сделаешь Я не гидонист Я победил, но эта победа Не имеет значения Почему она не имеет значения? Потому что Сократ знает, что она ничего не знает Можно вопрос? Конечно А если Сократ – гидонист То почему он пытается переделать метод так, чтобы ему было удобно Удобно – не значит приятно Удобно – значит, хотя бы можно было бы жить в нем Потому что если бы в нем нельзя было бы жить, в нем пришлось бы умереть Просто какая-то гидонистическая жилка здесь Нет, ну вы тогда можете сказать, что любое действие является гидонистичным Ну вы вдохнули? Жизнь продолжилась, да? Еще на пару секунд В гидонист Итак, Сократ отбрасывает эту победу Признавая, что он сам ничего не знает Вы сейчас увидите, каким образом Что хочет Сократ? Сократ объявляет, что он хочет знать, что такое добродетель Но в этом диалоге нет ни слова о том, что такое добродетель Есть только обсуждение ее частей и их отношений между собой Если мы не знаем, что такое добродетель, откуда мы знаем, какие из названных добродетелей являются ее частями, а какими нет Например, из государства мы знаем, что исчезает благочестие как добродетель Помните, там нет благочестия Но есть же свойства добродетель Если вы не знаете, что это, как вы можете знать, какие у этого свойства? Представьте себе объект, который вы не знаете, что из себя представляет Какие у него свойства? Скажите ему Ну, он твердый, мягкий Но если что-то представляется под добродетелю И его это почему-то уделяют какие-то сварки То, значит, есть определение, которое... В том-то и дело, что его нет Это то, что люди называют добродетелью Добродетели ли это на самом деле? Откуда мы знаем? Так на самом деле, ничего не знаем Ну, есть, конечно, мы же о Сократе говорим Конечно же Почему Сократ не спрашивает протогора о том, что такое добродетель? Ведь этого бы хватило для того, чтобы провести тот же самый урок Скажите ко всем? Нет, он спрашивал только о частях добродетеля И о том, что совпадают ли они как они... Нет, возможно, возможно... Сейчас не спросят Потому что он сам никак не может это ответить? Так это понятно Точно так же, как и на любой другой вопрос А, ну потому что Сократу же нужно... Если он сам не знает, что такое добродетель, то ни протоколь, ни Сократ никому не нужен Не совсем, не совсем распонял Давайте я... Не нужны им молодежи, и тогда получается... Ну, они ведь закончат диалог на том, что мы не выяснили, что такое добродетель, мы не знаем Нет, речь идет о том, что у Сократа просто другая цель в диалоге Он просто схватился за то, о чем говорил Патагор И все Но он бы не смог тогда разгромить Патагор Смог? Смог бы, конечно Это же... Мы же уже считали, что он с любым собеседником мог делать все, что захочет И мы видим, как Даже ирония и та используется в конце концов, да? Хорошо Я знаю Я знаю Если это будет раскрыто, тогда все лучше выяснится и то, о чем каждый из нас держался в длинную речь Я, когда утверждал, что добродетели нельзя научить Ты же, когда утверждал, что можно Как можно знать, обучаемый ли добродетель, если ты не знаешь, что оно такое? Вот именно Проблема здесь... То же самое, помните, как и в первой книге «Государство» Как мы можем обсуждать, в чем состоит справедливость, если мы не знаем, что такое справедливость? И появляется гигантская книга государства, которая должна ответить на вопрос, что такое справедливость Другое дело, что, смотрите, Сократ говорит И мы спросите еще раз Я знаю, если это будет раскрыто, когда всего лучше выяснить и то, о чем каждый из нас держался в той длинной речи Заметьте, речь идет только о длинных речах Я, когда утверждала, что добродетели нельзя научить, ты же, когда утверждала, что можно Протоголь нигде не утверждал, что добродетели можно научить Ну, наказывал, удал себе Нет Протоголь говорил о политике техне Это не добродетели Да Добродетели для толпы Их три Умеренность, струидливость, благочестие Они доказываются с помощью мифа Ничего больше А для мужей политика техне Сократ говорил прямо противоположное Да, 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 да Таким образом, Сократ Протоголь уже понимает, что сопротивляться бесполезно Потому что, если сейчас он скажет, что я этого не говорил Сократ ему докажет, что говорил И мне кажется, что недавний вывод наших рассуждений Словно живой человек обвиняет и высмеивает нас Зачем тогда Сократ говорит это? Сократ говорит это для того, чтобы показать, что его целью не была протокола Что его целью не была победа над протоколом Потому что Сократ тоже пришел к поражению Хотя мы с вами понимаем, что все прямо наоборот Что Сократ не пришел к поражению И что его цель победа над протоколом Итак, появляется голос, словно живой человек И говорит И если вам войдет в речи, он высказывает И снова помните, что делает голос обычно? Что делает безымянный третий? Пожил Ну это понятно Что это за прием, когда Сократ обращается к человеку с помощью безымянного третьего? Чтобы объединиться с ним? Конечно И в конце концов они с протоколом объединяются Они оба ничего не знают Только разница в том, что Сократ не скрывает, что ничего не знает А протокол делает вид, что что-то знает Помните? Апология политики Чедакивы, Сократ и протокол Ты утверждавший прежде, что добродетелю нельзя научить Смотрите, смешны бы Сократ и протокол Почему они кажутся смешными? Потому что они спорят между собой Если мудрость существует Существует Все мудрецы должны быть согласны между собой Но если протокол не мудрец, то они могут спорить между собой Это правда, но протокол ведь софист по определению Он первый и самый успешный Если он не мудрец, то кто? И опять же, речь идет о с точки зрения большинства Язычайшим доказательством того, что философия – это глупость С точки зрения большинства является гигантское разнообразие философий Они же все исходят Они все говорят прямо противоположные вещи Из учения Сократа вышел и гедонизм, и цинизм, и реализм, и идеализм Все это сделали четыре ученика Сократа, как вы помните Они все лично с ним беседовали Он им всем что-то говорил В результате один из них гедонист, второй циник, третий идеалист, четвертый реалист Как бы возникает вопрос, какое знание это делит между собой, если они к таким выводам пришли Но если толпа думает, что знания не существуют Толпа думает, что философы не могут ничем управлять И тогда включается демократия Хорошо, давайте мы остановимся, потому что что-то я перетянул уже в ваше время Нет вопросов больше? Ну подумайте и начнем с вопросов тогда